Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, а вы дадите в свои потом комментарии, советы, и тоже я ее попозже прокомментирую. Я бы хотела рассказать вам свою историю, может вы мне поможете разобраться в ней. В конце августа я поехала с мамой отдыхать в Бельдебе, поехали туда просто отдохнуть и даже не думала с кем-то знакомиться. Приехали мы туда на 7 дней, и вот почти под конец моего отдыха со мной познакомился парень. Он оказался курдом, который работал официантом в отеле, где я отдыхала. Он позвал меня на 10 минут поговорить, но я отошла, хотя мама была против. С ним я просто поговорила, мы познакомились, но на этом все и закончилось. Я даже не думала, что мы будем общаться дальше. Я уехала, через 2 недели он мне написал. Мы стали общаться, он рассказывал про себя, про свою семью, про свою жизнь. Потом мы стали общаться с помощью видеозвонков. Он не говорил мне сразу, что любит меня или что-то не может жить без меня и все такое, как обычно это делают курортные турки. Но он всегда заводил разговоры про свадьбу, когда я бы хотела выйти замуж, например, когда закончится мое обучение в университете, приеду ли я в следующем году и так далее. Про религию он говорил, что не заставит меня принимать ислам или носить хиджаб и все такое общее, что у него в семье не молятся и женщины не носят хиджаб, и взгляды у них в семье более европейские. Я ему сразу сказала, что на следующий год не приеду. Он ответил, ничего, тогда я сам прилечу к тебе в Россию. Потом пошли слова любви, что я идеальная девушка в его глазах, не пью, не курю, знаю такие понятия, как честь, достоинство. Для него я та девушка, которую он может привезти домой и познакомить с родителями. Тогда я здесь сразу установлю и скажу, пунктик ему важно, мнение родителей, раз он это отмечает. Соответственно, если вы родителям не понравитесь, для него это будет тоже важно, и он быстренько откажется, если так получится, от своих слов и принимет сторону своих родителей. Имейте это в виду. Он меня познакомил со своими друзьями в отеле, показывал мне мое фото сестре. Сестра спрашивала, у вас серьезно или нет. Потом он говорил, что хочет приехать в мой город в России, потому что менеджер его отеля после армии поедет туда жениться на своей девушке и может взять его с собой. Он мне столько наобещал, что все получится, что он будет ждать меня, столько времени, сколько потребуется, если я тоже его буду ждать. В общем, денег он у меня не просил. Даже сам предлагал оплатить мне билеты, если нужно, но все осложняло то, что меня мама одну никуда не отпустит. Но стремлений познакомиться с моей мамой лично у него не было. Хотя все время он говорил, что я, наверное, не могу сказать друзьям или семье, что у меня теперь парень турок, но на самом деле мои подруги знали. И вот в один прекрасный день эта история пришла к своему концу. Он мне написал, что родители больше не хотят, чтобы он работал в сфере туризма, что договариваются с его дядей в Азербайджане, и он будет работать в Азербайджане на своего дядю. Он говорил, что я такая хорошая, с добрым сердцем, и он не хочет разрушить мою жизнь, поэтому я достойна человека, который будет лучше, чем он. В общем, он сказал, что нам лучше забыть друг о друге, он меня любит, но понимает, что видеться один-два раза в год – это не отношение. Я должна быть всегда рядом с ним, либо никак. Он сказал, что город мой очень дорогой, я ему сказала, что я живу с семьей, и помогать я ему, конечно же, не смогу. Замуж он меня так и не звал, серьезных поступков я не видела, а трамплином для переезда для кого-то я быть не хочу. В итоге он сказал, что я должна его понять, нам трудно будет выстраивать отношения на расстоянии, а по поводу Азербайджана там ничего не известно. В итоге он туда ехать не хочет, родители его заставляют, но все-таки расстаться-то он захотел, потому что он еще не готов к серьезным отношениям и боится еще больше привязаться ко мне. Больше мы не общались. Я надеюсь, что вы мне поможете распутать эту историю, потому что я ничего не понимаю, до чего вообще все это было изначально сделано. Заранее спасибо. Ну, знаете, а что тут, собственно, разбирать? Очень все понятно вы написали, вы просто не хотите в этом разбираться, перечитайте свое письмо еще раз, потому что все очень предельно понятно. Можно каждое предложение разбирать, что там написано, все в лицо. Парень не готов к серьезным отношениям. Да, вы ему приятны, но ответственности он пока... Он из себя ничего еще не представляет. Он работает, работал в отеле, потом там на дядю его заставляют на роддоме работать, все прочее. Как бы у него ничего нет. Да, вы ему приятны, интересны, и вы не можете к нему поехать, с ним вместе жить, чего он хочет. Он это прекрасно понимает, и молодец, он на вас не давит. И он как честный парень решил расстаться, прерывать эти отношения совершенно верно. А как бы а что тянуть? Он вам ничего дать не может, вы к нему с ним начать жить вместе, переехать не можете. Ну, чтобы не делать более больно, не травмировать друг друга, поэтому он от этих отношений решил отказаться, сфокусироваться на работе. Ничего удивительного. Это вообще нормальный, молодец, парень-то хороший. Он не стал там вам голову пудрить и обещать свадьбу и все прочее. Очень даже хорошо, видимо, воспитанный, культурный. И самое главное, взрослый мозгами парень, который берет на себя ответственность. Он понял, что ответственность за вас, за семью, за детей потянуть не может, поэтому не пудрил мозги и этого вам не обещал. Парень, наоборот, очень, скорее всего, такой серьезный, реально смотрящий на ситуацию и не собирающийся пудрить вам мозг и себе в том числе напрягать каким-то образом. Он все посмотрел, посидел, нам сейчас с ним вместе быть, ну, окей. Ну, естественно, что неприятно, конечно, да, если человек любит очень сильно, он бы не захотел расставаться. Но его какие-то приоритеты на данный момент, ощущение того, что он вам что-то дать не может, чего бы вы ждали, да, то поэтому это превыше его чувств к вам, к сожалению. Если бы была, о, какая сильная крышесносящая любовь, чаты там, переписки, встречи и все прочее, как вы говорите, у него денег намного и нет. Но он не пытается прыгнуть выше своей головы, при этом вас вниз не тянет. Молодец, парень ответственный, все бы так, знаете, еще скажу, все бы так поступали. Честное слово, молодец, не берет на себя больше, чем может потянуть. Мне остается его только хвалить. Вот проблема в том, что вы не хотите принять его позицию. Что-нибудь здесь, ничего запутанного нет, все очень прямо, открыто, вы просто это слышать не хотите, к сожалению. Если, вот так вам скажу, у вас, например, учеба, зачем разрушать свою жизнь ради отношений и романа? Если у вас реально, вам так очень сильно нравится, и так прям суперлюбовь, вы за него замуж хотите, прям не спите, не ешьте у вас депрессии, вот эти страдания, такого плана, по нему именно, то тогда окей, бросайте учебу, едьте к нему в Турцию или в Азербайджан, не знаю, где он там будет жить в итоге. Он же хочет, чтобы вы были рядом с ним, ему такая перспектива нужна. Ну, ваш вариант вот так сделать. Но вы учтите, что вы, если у вас там с ним не получится, или не такая сильная любовь, все поглощающая, то вы разрушаете свою жизнь. Отношения с родителями, вот про маму вы писали, образование свое бросаете в никуда, надо диплом все равно получать. То есть это будет минус вам. Вам потом из этого вылазить. Вы уже взрослый человек, которому есть 18 лет, который берет на себя ответственность за свою жизнь. Честно скажу, если брать так, типа по-взрослому, да, по-практичному, прагматичному, конечно, вам надо заканчивать учебу и, например, выбирать свою работу из сферы деятельности, там уже рядом с ним. Если у него такая сильная любовь, он может и подождать пару лет, пока ваша учеба закончится. Вот что я хочу сказать. Или вам, например, не знаю, взять Академу, попробовать все-таки с ним. Но я бы посоветовала не ставить под угрозу свои отношения, в первую очередь, с родителями хорошие. Во-вторых, подвергать угрозе свое обучение, свое будущее, это ваша карьера. Сегодня мужик есть, завтра нет. И учитывая, что взвесив вот эти все моменты, он ждать вас не хочет в итоге, поэтому он отказывается от отношений. Но это показательно, насколько сильна была его любовь. Вот и все. Но ему спасибо. Вы, может, это поймете потом. Вам признавать просто сейчас не хочется. Потом поймете спасибо, что он по-честному это сказал, что он вам супер чего-то там не обещал, не обманывал вас, вокруг пальца не обводил. Вот этого ничего не потребовалось. Парень молодец. Ему просто респект. По-взрослому, возможно, это хорошее в будущем, когда он встанет на ноги, заработает денег. Будет хороший мужик семейный. Для семейных отношений серьезный, который берет ответственность, которую не боится. Молодец. Вот что могу сказать. Ну, не судьба, не сейчас. Ну, я сказала свой вариант, если вам очень сильно хочется, можно так поступить. Но я бы не рекомендовала этого делать. Это для вас в первую очередь будет потом, если не получится, минус. Это большие риски для вас, не для него. Тем более он себе показал то, что он готов отказаться от отношений, значит, ничего с ним ловить, раз легко от вас отказаться может. Девочки, которые опытные, пишите свои комментарии под этим видео, что вы, девочки, посоветуете. Я свои советы сказала. Я всегда в инфобоксе под видео. Разворачиваете его, читаете. Там информация, моя почта есть. Прислайте свои такие анонимные истории, либо записывайтесь на психологические консультации ко мне по скайпу. Ставьте комментарии под этим видео, лайки под него также. Это очень помогает развитию канала. Мне очень приятно. Или делитесь этим видео с другими своими друзьями. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.